Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую вас в эфире. Напоминаю, что это программа «Контакт», которую веду я, Семь Березанская, по понедельникам. И я безумно рада сегодня представить вам очень значительного человека. Это Борис Варшицкий, ведущий кардиолог Израиля и клиники Хадасы, которые находятся в Иерусалиме. И я думаю, что многие из вас слышали это имя. Безусловно, это важнейший, крупнейший медицинский центр не только в Израиле, но, наверное, признанный во всем мире. И прежде чем мы начнем разговор, я хотела бы, чтобы мы познакомились с нашим сегодняшним гостем. Давайте посмотрим видео. Я в Израиле порядка 27-28 лет. Я из Новосибирска, там я учился. Здесь я сделал резидентуру и все, что необходимо. И вот последние 26 лет я работаю в этой клинике, в этом отделе. Кардиология в Израиле одна из самых продвинутых в мире. И в нашей стране есть много различных госпиталей, где кардиологические отделения очень сильны. Но есть что-то особенное именно в нашей больнице в Адасе. Надо сказать, что больница была основана еще до становления государства Израиль. И первые врачи, которые эмигрировали сюда, были из Германии и Австрии. И один из руководителей отделения кардиологии был профессор Мервин Готтсман. Прямой участник первой пересадки сердца в мире. Он возглавлял это отделение в течение 20 лет. И, конечно, в свое время привел сюда очень много новых на тот момент технологий. И за счет вот этой длинной традиции, длинной истории, вот все лучшие стороны кристаллизированы в нашей школе, школы Адас. Это целый комплекс, где три больницы расположены в Израиле, две в Соединенных Штатах Америки. Это дает большую поддержку как в финансовом плане, что обеспечивается как государством Израиля, так и всякого рода донейшнс из Соединенных Штатов Америки. Это дает большую поддержку в плане связи. Наша больница тесно связана с лучшими клиниками Нью-Йорка и Бостона. Это сеть, которая расширяется. Мы готовы к кооперации, сотрудничеству. Мы любим и лечим успешно больных с самой сложной патологией, сердечно-сосудистой системой. Мы готовы к совместным проектам по науке, совместным проектам по кооперации в области инновейшн. Ну что ж, друзья мои, вот я хочу с удовольствием представить вам в эфире Бориса Фаршицкого. И у нас предстоит сегодня интересный и долгий разговор о кардиологии. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте и приветствую вас и вашу аудиторию. Очень приятно. Мне тоже. Спасибо большое. Доктор, могу я вас называть Борис, чтобы как-то вот... Да, это даже будет мне тоже очень приятно. Без просто доктор, как-то очень формально. Я хотел бы вас спросить. Вы приехали из Новосибирска и учились там. Новосибирск крупный, очень крупный научный город был, если можно так сказать. И все мы помним Академгородок, который существовал рядом с Новосибирском, куда съезжались крупнейшие ученые во всех областях и в медицине тоже. Вы кардиологию выбрали почему? И еще в Новосибирске? Да, это совершенно так. Вообще вопрос выбора – вопрос очень сложный. Все очень зависит от того, в какой среде ты растешь, в какой среде ты воспитываешься, кто твое окружение в детстве, а потом внутри медицины кто твои учителя. Да. И вот такие учителя, которые мне... Я должен вам признаться, что мне всю жизнь очень везло с моими учителями, которыми я очень благодарен. И вот самые харизматичные учителя, которые были у меня, это были кардиологи. Я учился на кафедре факультетской терапии, кафедры профессора Казначеева, который был глубокий медицинский аналитик. Там были такие ведущие специалисты, как профессор Куимов, Жеребятев эти. Имена я запомнил на всю жизнь. Большая жизнь свела меня в Москве с выдающимся кардиологом-профессором Ириной Михайловной Заславской. Ну и то же самое случилось в Израиле. И так судьба сама поставила меня вот в эту специальность, которая, кстати, очень подошла по своей внутренней натуре к моей натуре. То есть эта специальность, она как бы сочетает в себя аналитику медицинскую. И второе, оно сочетает в себя также, это специальность рукоделия, то есть работа руками. И вот эта комбинация как раз очень подошла мне. Я думаю, что ретроспективно это был правильный выбор. Мой, мои судьбы. Ну, судя по тому, каких вершин вы достигли в профессии, наверное, это действительно так. Но у меня вопрос такой типичный для людей, приехавших в другую страну. Мы все через это прошли. И вот как вы остались в профессии? Ведь приехали в другую страну, с другим языком, с другими традициями. И, наверное, я не знаю, может быть, другой подход к профессии врачебной. Я не знаю, я, так сказать, размышляю на эту тему. Как вы адаптировались? Как вы смогли так успешно остаться в профессии? Вы знаете, это вопрос, который сочетает в себе, конечно, определенную долю везения и определенную долю внутренней мотивации. Почему именно кардиология? Ну, вот так сложилась судьба. Судьба свела меня сразу же с таким величайшим кардиологом, которого я считаю в мире, который всегда таким останется, профессором Мервин Готсман. Кстати, я сейчас нахожусь на конференции, которая у нас проходит в Израиле. И я вижу его, этот человек в возрасте 90 лет, ходит с палочкой, но руками он проверяет все новые девайсы, которые у нас выставлены на нашей выставке. И его права совершенно свежие. Так вот, профессор Готсман, я к нему попал, попал еле-еле разговаривая на иврите, и в основном мы с ним говорили на английском, который, конечно, является его языком. Он вдруг, наверное, решил, и это была моя судьба, что дал мне месяц один быть в его отделе. А после первого месяца было ещё два, а потом три. Потом он меня увольнял из отделения несколько раз, а другие мои коллеги говорили, что если он тебя увольняет из отделения, наверное, ты здесь надолго останешься. Поэтому, потому что те люди, которые у него вызывали определённое безразличие, он к ним никак не относился. А те люди, которые либо вызывали какую-то либо отрицательную, либо положительную эмоцию, он давал вот такую дорогу. Это вот типичный классический профессор старого стиля, но вот с таким определённым характером. А почему и что дальше получилось? Вот так оно и сложилось, так оно и получилось. И опять мне везло с коллегами. Плеяда ведущих кардиологов Израиля, у которых я много-много учился. Потом со временем я понял ментальность израильтян. Для того, чтобы быть врачом, необходимо знать ментальность и психологию. И потом получилось то, что получилось. Ну, явно получилось очень хорошо. Но я хотела бы, конечно, спросить о вашей специализации. Сегодня вы в Израиле, и не только в Израиле, за рубежом известный кардиолог и специалист по инвазивным методам лечения сердечно-сосудистых заболеваний. И вот для неискушённой публики я себя отношу тоже к ней, хотя, в общем, имею медицинское образование, и всю жизнь как-то была связана с кардиологами. Но, тем не менее, вот объясните, пожалуйста, что такое инвазивные методы? И в своё время это явилось как бы революцией в кардиологии, насколько я знаю. И как мой друг очень близкий, выдающийся хирург-кардиолог, кардиохирург Эдуард Фольковский говорил, что это в какой-то степени инвазивные методы отняли часть работы у кардиохирургов. Да, это вообще гениальная идея и революция. Подумайте сами. Использовать проводящую сосудистую систему человека, артерии, вены не только с целью, чтобы она обеспечила их рассложение, а также с целью, чтобы через эти сосуды достигать сердца. И за счёт развития технологий вот эта технология получила и направление названия «внутрисосудистые процедуры». Изначально внутрисосудистые процедуры занимались тем, что лечили сужение сосудов сердца посредством баллонного расширения и посредством имплантации стендов таких специальных металлических структур, которые держат сосуд открытым долгое время. Впоследствии, и в последние 20 лет произошла ещё одна революция. И эта революция структуральная, то есть через сосуды люди научились лечить и клапаны сердца. Появились такие технологии, как замена клапана аортального. Кстати, недавно, к большому сожалению, всех кардиологов скончался великий кардиолог по фамилии Крепье. Это человек, который 20 лет тому назад поставил первый клапан в аортальной позиции. Это клапан между левым желудочником сердца и аорты, не вскрывая грудную клетку. Сегодня эта процедура стала рутиной. Мы научились лечить метральный клапан с левой стороны сердца. Разработываются технологии для лечения трикоспидального клапана с правой стороны сердца. Научились выполнять всякого рода структуральные изменения внутри сердца и как бы профилактировать возможные осложнения, связанные с ними. Только я с вами не соглашусь с тем, что мы отняли работу у кардиохирурга. Это не со мной, а с кардиохирургом. Да, с вашим уважаемым другом. Но я просто хочу сказать, что мы просто расширили кардиохирургические возможности путем освоения новых технологий. И все это только для блага наших больных. Я хотел бы здесь просто спросить насчет Новосибирска. Тогда существовали подобные разработки или нет? Это уже появилось, когда вы были в Израиле. Значит, я научился всему этому только в Израиле. В Новосибирске, безусловно, не только в Новосибирске и в Москве внутрисосудистого лечения практически не существовало, если оно существовало не в системном, а в индивидуальном порядке. Но в свою очередь в Новосибирске была великолепная хирургическая, кардиохирургическая школа, созданная Мишалкин. Школа Мишалкин. И люди получали лечение посредством очень сложных и хорошо выполненных операций. Это спасло много жизней. Вот я хотел бы уточнить, чтобы вы немножечко рассказали про Хадасу. Вы работаете в крупнейшем медицинском центре. И мы видели вот в первом ролике, вы немножко рассказали о нем. Это трудно вообще в принципе кардиологу попасть в Хадасу. И какие это возможности дает для новейших разработок в вашей области? Это какие-то специальные условия создаются в этом медицинском центре? Да, вы совершенно правы. В первую очередь, это крупнейший медицинский центр Израиля. Это крупнейший медицинский центр со своей историей. Несколько слов вы слышали вот в этом ролике. Но то, что касательно того вопроса, который задаете вы, для нас очень важно, первое, что это университетский госпиталь. То есть мы имеем возможность проводить научные работы, финансирование. Второе, что этот госпиталь получает финансовую поддержку разного рода из Соединенных Штатов Америки и также посредством людей, которые хотят дать донейшн для Адасы. И дают это в большом количестве. И, наконец, престиж, опыт и окружение, которое здесь есть, позволяет врачам добиваться большего. Это не секрет, что очень много врачей, ведущих позиций, в кардиологии в частности, которые работают сейчас в стране, они учились, стажировались, практиковались и развивались именно в Адасе госпитал. Но вы являетесь экспертом по стендам. И, насколько я прочитала, регулярно внедряете и какие-то новые методы. Что дает это больному? Установка стендов? Это, в общем-то, если мы говорим о стентировании, как частный процедур стентирования коронарных сосудов, то мы говорим о том, что мы решаем вопрос обструкции, то есть закупорки коронарного сосуда не снаружи, не делая как бы обходное на стомоз этому сосуду, или то, что называется байпас, или то, что называется шунт. А мы открываем сосуд изнутри. И таким образом кровотечение внутри сосуда, течение крови восстановленное, оно более физиологичное. Это, скажем так, процесс более лёгкий для больного, более лёгкое и успешно идёт его выздоровление. И самое главное, что множество научных исследований в этом плане показали, что стентирование, эффективно улучшает качество жизни, а в некоторых случаях также и улучшает выживаемость, уменьшая смертность больных. Особенно это актуально для больных с острым инфарктом миокарда, когда проведение процедуры и открытие закупоренного сосуда, восстанавливая кровоток, спасает мышцу сердечного от большего повреждения и спасает человеческую жизнь немедленно и улучшает его прогноз в будущем. Я слушаю. Вы хотели продолжить. В принципе, моей главной специальностью, скажем так, чем я занимаюсь, это комплексные процедуры. То есть это не простое стентирование, это стентирование таких сосудов, которые находятся либо в плохо доступном месте, либо имеющие сложные анатомические конфигурации. Вот это главная часть моей специальности. Но я прочитала здесь какие-то просто невероятные вещи про то, чем вы занимаетесь. И в том числе с очень тяжелыми больными. Вы не могли бы немножко рассказать об этом? Да, я не думаю, что я в этом плане чем-то сильно отличаюсь от других кардиологов моей специальности. Но действительно, то, что произошло сейчас, как эволюционировало наше общество, то мы видим, что продолжительность жизни людей изменяется. Люди живут дольше и счастливее, но в то же время они болеют больше. И в то же время биологический материал, он уже другой, чем был раньше. Отсюда все больше и больше тяжелых больных. Отсюда все больше и больше тяжелых процедур. И, соответственно, это то, что заставляет нас делать меня и других кардиологов в жизни. Заниматься более тяжелыми случаями, более сложных ситуациями. Вы знаете, я даже хочу зачитать немножко, с вашего позволения, потому что на меня это произвело ошеломляющее впечатление. То, что написано про вас, что вы проводите сложные процедуры, как лечение сосудистой бифоркации, полностью закупоренных артерий, тяжелых поражений всех трех основных артерий сердца, лечение сужения главной левой венечной артерии у неоперабельных больных, у больных с острым инфарктом миокарда, занимаетесь лечением критически тяжелых больных, находящихся в шоке, владеете методикой внутрисосудистого облучения, сужения в области ранее установленного стента. И вы являетесь экспертом по внедрению различных типов баллонов и стентов и пионером внедрения многих новых стентов и инвазивных технологий. Вот вы принимаете участие в исследованиях, в опробировании и применении этих новых инноваций? Да, вы совершенно правы. Я только немножко хочу уменьшить свою персонализацию. Я прочитала информацию про вас, это официально. Это официальная информация, но тем не менее я хочу оставаться самим собой и сказать, что сегодня всеми этими вещами владеют и занимаются многие кардиологи. Может быть, чем я отличаюсь от других, то, что всё-таки этим я занимаюсь в течение 30 лет, занимаюсь достаточно регулярно и прошёл достаточно сильную медицинскую школу и научился со временем не делать то, что не надо делать, и делать то, что надо делать, и как делать. Может быть, скажем, вот это мои такие отличительные особенности, то, что мы называем клинический опыт, клиническое мышление и правильная приоритизация того, что нужно и того, что не нужно. Вот. А то, что вы прочитали, большое спасибо. Да, это всё я делаю, абсолютно правда. Но всё-таки мою персонализацию в этом всём списке давайте немножко уменьшим, потому что очень многие люди, хорошие врачи это делают. Доктор, мне говорили, что вы очень скромный человек. Но всё, что я прочитала про вас, я не буду здесь цитировать. Думаю, вам это не очень понравится, но на меня это произносило ошеломляющее впечатление. И я хотела бы, чтобы наши зрители сегодня понимали, с каким уровнем врача мы сегодня беседуем. Так что вот у меня тоже в этом свой интерес. Поэтому, конечно, это производит невероятное впечатление. Но у меня в связи с этим я хочу вернуться вновь к хирургическим операциям. Вот всё то, что мы перечислили и то, что вы говорили. Возможно ли вот все эти методики полностью заменить хирургические операции? Или всё же хирургические операции остаются в кардиологии достаточно широко? Вот немножко расскажите. Вы не входите в конфликт с хирургом? Я не вхожу в конфликт, потому что у нас одна общая цель. Эта общая цель – это лечение больных, которое должно быть выполнено самым лучшим, самым оптимальным для больного способом. Отсюда есть несколько путей решения проблем. Есть такие вещи, которые однозначно хирургия делает лучше, чем делаем мы. Есть такие вещи, которые подходят для нашей техники, которые легка, которые, ну я говорю, всё относительно, конечно, которые более легка для больного в плане того, что выздоровление намного легче и даёт не хуже результаты, чем хирургия. И вот в этом и заключается компетентность врача принять правильное медицинское решение. Какой больной подходит больше для хирургии? У них есть великолепная операция для ишемической болезни сердца. Это анастомоз между левой лима, на английском нетрудно будет сразу перевести это, на LED, на переднюю артерию. Это прекрасная операция, которая известна многое время и спасла многих больных. И есть вещи, которые мы делаем лучше, и они лучше подходят нашим больным. И, наконец, что самое важное, и также связано с тем важным вопросом, который задали вы, что мы принимаем комбинированную технику. То есть больной проводит сначала операцию, допустим, лима на передний сосуд, а инвазивный кардиолог, интервенциональный кардиолог дополняет это стентированно. Таким образом больной получает бенефит, получает пользу от этих двух методик. Ещё раз, я никогда не ставлю себя в противовес к хирургу, потому что у каждого своя область. Главное – это общая цель. Общая цель остаётся общей целью. И тем не менее я задам вопрос, который пусть не покажется вам провокационным. Опять же, со стороны малосведущего человека, наверное, возникает после ваших рассказов вопрос. В свете такого мощного развития новейших методов лечения сердечных заболеваний, а хирургия когда-то уйдёт со сцены или всё же это навсегда останется? Да, у меня ответ очень простой, очень ясный. Она останется навсегда. Хорошо. Я вам хочу честно сказать, как представителю немножко альтернативной специальности, это совершенно не мешает мне. Допустим, я не могу представить себе, как специалист моей специальности делает пересадку сердца через сосуд. Ну да. Например, есть очень многие такие примеры, которые можно привести. И ещё раз говорю, ни в коем случае мы не должны быть против хирургии. Хирургия и наша специальность имеют одну цель. Надо правильно их комбинировать и правильно выбирать для каждого больного тот метод, который больше подходит к его ситуации. И в этом и есть искусство врачевания. Да, безусловно. И вопрос, так сказать, от моего друга, он очень, он такой человек учёный, очень интеллектуальный, очень интересующийся, любящий посмотреть в суть дела. Вот можно ли человеку, который, предположим, не страдает сердечным заболеванием, или не чувствует, что у него проблемы с сердцем, существуют ли какие-то сегодня методы понимания диагностики состояния человека, который не имеет ярко выраженных симптомов в заболевании сердечного? Пожалуй, вы коснулись сейчас очень важного, одного из важнейших вопросов кардиологии, вопросов профилактики. И ответ он да. Если мы посмотрим вообще, что такое болезнь, стадии её развития, то мы имеем стадии далеко до того, как появляются клинические симптомы. Эта стадия называется предболезнь. Допустим, у больного с той же ишемической болезнью сердца может быть совершенно не быть каких-то проявлений ишемической болезни сердца, но в то же время у него есть факторы риска для развития этой болезни, корреляция и коррекция которых может спасти этого человека от развития болезни. Теперь перейдём ещё на более раннюю стадию, когда человек только что родился, и у него нет никаких факторов риска, и вообще он здоровый человек по всем показателям, можно ли в этой стадии предполагать, что у него будет болезнь? И ответ опять – да. Для этого мы на сегодня имеем генетические исследования. То есть ещё до того, как болезнь развилась, мы можем генетически предполагать с определённой долей вероятности, что на каком-то этапе она случится, определять её риск, её пробобили. А отсюда, соответственно, решать. Мы сейчас говорим о той медицине, которая называется персонализм медицины, персонализированная медицина. И она может быть, скажем так, подход к больному по двум основным параметрам. Первый параметр – это генетический определение генотипа больного и его, скажем так, внутренний потенциал для будущего развития болезни. А второй – фенотипический. Для этого, изучая определённые параметры здоровья, их изменения в течение дня, в течение жизни, и это будет возможно тоже с помощью введения различного рода технологий, когда будут соблюдаться и собираться персонализированные данные о состоянии человека, его параметров и анализироваться автоматически, дадут возможность находить группы риска больных ещё далеко до того, когда предполагается, что у него будет болезнь. Ой, как здорово. А вы имеете отношение к этим разработкам? Да, я имею отношение к этим разработкам. Особенности в области того, что я сейчас говорил, создания персонализированных медицинских баз. Да, но это внушает надежду. Всё же по сей день, ведь по статистике, наибольшее количество смертей происходит именно от сердечно-сосудистых заболеваний, я не ошибаюсь. Вы абсолютно правы. И я хочу вам сказать, что люди сегодня намного больше, особенно в развитых странах, уделяют внимание факторам риска для их развития. И безусловно, в этом плане есть определённый прогресс. Это новая лекарь, которая внедряется достаточно широко, уже достаточно давно. Прекращение курения, правильное питание, физическая активность, коррекция факторов риска уменьшает риск заболеваемости. Но вот, как бы, знаете, мы в силу лени или стереотипа мышления как-то вот очень пропускаем мимо ушей такие совершенно каждодневные элементарные вещи, как курение, занятия спортом, правильное питание и так далее. Как человеку внедрить в сознание, что это непроходящие вещи, что это действительно важно? Вы общаетесь с больными. Это вопрос правильный, который вы задаёте, очень сложный. Но каждый человек, каждый человек должен ясно понимать, что продолжительность жизни увеличивается, пенсия наступает всё более и более в пожилом возрасте. И для того, чтобы ему существовать независимо и счастливо, надо долгое время оставаться здоровым человеком. Нужно в голове каждого сделать приоритизацию. Нужно сделать такой вот приоритилист. Что всё-таки важно? На каком месте стоит здоровье? Из всяких другого рода удовольствий, наслаждений, привычек и так далее. Тому подобное. Кто правильно делает вот эту приоритизацию, тот живёт дольше и счастливее. Спасибо за рекомендацию. Надеюсь, у нас наши зрители услышали от потрясающего кардиолога. И, друзья мои, мы уходим на небольшую рекламную паузу. И оставайтесь с нами. Мы продолжим волнующий разговор о кардиологии. Ресторан «МАЭД» гордится изысканной кухней и эксклюзивными блюдами исключительно из органических продуктов. В «МАЭД» проводятся мероприятия для детей и взрослых. Ваше неповторимое торжество пройдёт в уникальной обстановке с дизайнерским оформлением по вашему выбору. А кулинарные шедевры ресторана удивят вас и ваших гостей. «МАЭД» работает в «Крафт-студии». Более 20 классов для ребят дошкольного и школьного возраста. Приводите своих детей и внуков. «МАЭД» – это удовольствие для всей семьи. 929-410-2299. В условиях экономического кризиса надо знать. Пара хороших дантистов обойдётся дешевле, чем один пара дантов. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат. Вам нужно получить увеличение часов по уходу, а вам в этом отказывают? Хьюман Кер стопроцентно добьётся увеличения ваших часов. У ваших родных деменция, болезнь Альцгеймера, Паркинсона, и вы хотите, чтобы они жили в своём доме, а не в доме престарелых. Хьюман Кер добьётся для них квалифицированного ухода 24 часа в сутки. Профессиональная помощь от Хьюман Кер. Звоните прямо сейчас. 718-435-1100. Добавочный 220. 435-1100. Добавочный 220. Чтобы быть успешным по жизни, нужно быстро соображать, чётко слышать и ясно видеть. С первыми двумя у меня всё в порядке, а вот зрение чуть подкачало. Это я во время лазерной процедуры Лейсик в новой клинике доктора Леонардо Блея. Три минуты на правый глаз и столько же на левый. Теперь я читаю, пользуюсь компьютером и вожу машину без очков. Всего 6 чудесных минут Лейсика у доктора Блея изменили мою жизнь. Кто следующий? Субтитры сделал DimaTorzok Травма, несчастный случай? Лежу и даже танцую. Если у вас боль, холод или тяжесть в ногах, они отекают. Это повод обратиться к нам. Центр восстановления сосудов и вен Друзья мои, мы вновь с вами. Я напоминаю, что это программа «Контакт», которую по понедельникам веду я, Сима Березанская. И сегодня у нас совершенно потрясающий гость. Ведущий кардиолог медицинского центра «Хадасы» в Израиле. Центр известен во всем мире своими прогрессивными методами в лечении больных в разных областях. Но доктор Борис Варшицкий – блестящий кардиолог, который занимается инновационными методами лечения сердечных заболеваний. И буквально вчера закончилась конференция ICI. И я попрошу доктора рассказать об этой конференции, но я хотел бы начать вновь с видео небольшого, которое показывает атмосферу этой конференции международной. Давайте посмотрим. КОНЕЦ Ну что ж, уважаемый доктор, я вновь приветствую вас в эфире. И спасибо огромное. Я знаю, сколько вы заняты. И я просто бесконечно благодарна вам за то, что вы нашли для нас сегодня время. И я думаю, что наши зрители чрезвычайно рады знакомству с вами. И я хотел бы попросить вас рассказать, что это за международная конференция, что такое аббревиатура ICI, и что там происходит. Значит, это одна из самых, скажем так, широко известных в мире конференций по кардиологии, которая проходит в Израиле. Первая ICI означает intervention, и вторая ICI, которая посередине это в кардиологии. Таким образом, мы говорим о новых инновациях, о новых технологиях и изобретениях. Мы говорим о проведении процедур, скажем, как правила сложного характера. И это такой форум, где встречаются ведущие кардиологи не только Израиля, но приезжают кардиологи, ведущие со всего мира. Эта конференция в этом году проходит 25-й раз. Её организаторы — это два профессора. Один из нашей клиники — это профессор Хайм Лутан, и второй — это из Хайфы профессор Биян. И вот это сочетание двух ведущих специалистов, их связи в международном мире и в мире кардиологии привели к тому, что эта конференция вызывает огромный интерес. Тут есть несколько аспектов. Есть тут то, что мы называем соревнования стартапов. То есть молодые компании могут приводить сюда свои идеи, свои разработки и проводить соревнования, что очень важно для них. Это не шуточная сумма, которую сегодня получил один стартап, который разработал специальную систему домашнего диализа у больных с почечной недостаточности. И та сумма денег, которую он получил на своё развитие на этой конференции, представляет 200 тысяч американских долларов. Поздравляем. Успешно. И также все стартапы молодые, которые пришли сюда, они имеют возможность встретиться с потенциальными инвесторами, которые приезжают в себя из многих стран, потому что мы называем нашу нацию нацией стартапов. В этом году всё проходит намного более печально, чем всегда. И я не должен объяснять аудитории, почему это. И, к сожалению, у нас меньше гостей, чем это обычно. Несмотря ни на что, мы проводим эту конференцию. Провели её достаточно успешно. Она имела широкий резонанс. И я надеюсь, что многие инвесторы нашли своих потенциальных клиентов для инвестиций, а многие стартапы нашли потенциальные деньги для своего развития. Я считаю, как клиент прошла успешно. Я как раз хотела поздравить вас и сказать практически, что вы сказали, что, невзирая на тяжелейшие условия сегодня в Израиле, он продолжает жить и делается всё, что необходимо. И происходит конференции. Ну, как бы жизнь продолжается в Израиле. И можно только поздравить всех вас, в частности, тоже и весь наш любимый Израиль с тем, что он мужествен и, как всегда, стоек и победит. Мы ему этого желаем и верим. Но вы сказали одну фразу, я хотела её тоже включить в наши вопросы. Я даже читала где-то в информации. Имеете ли вы отношение к разработкам диагностики дома у сердечных больных, когда можно какое-то или лечение, или действительно диагностику сделать, не приезжая в больницу? Ведь это, наверное, тоже какие-то будущие проекты, или, может, уже настоящие? Да, вы совершенно правильно отметили эту тенденцию, которая есть в медицине. А тенденция заключается в том, что медицина приходит в дом больного. И это осуществляется несколькими видами возможностей. Возможность одна – это телекоммуникации. Когда для того, чтобы получить определённого рода консультацию, больному не требуется прийти в медицинское учреждение, и он осуществляется это путём телефона, путём текстового набора и разными другими способами. А путь второй – это часть обследований, которые раньше требовали госпитализации больного или посещения медицинского учреждения, можно сделать дома. Допустим, раньше всегда выполнялись такие исследования, как исследование сахара, можно было сделать дома артериального давления, пульса, сатурации. Сегодня к этому прибавилась ещё определённая часть вещей, которые можно сделать дома. И один из таких исследований называется тест на тропонин. Тропонин – это такое вещество, такой маркер, который выделяется у человека в крови, когда есть повреждение сердца. Это очень лёгкий тест для выполнения. И в случае выполнения его дома у больного с непонятными ощущениями при рвной клетке, если он показывает о том, что этот тест положительный, это значит, есть индикация немедленно ехать в больницу. А если тест остаётся отрицательным, это не значит, что нету сердечной болезни ни в коем случае. Но тем не менее положительное значение теста имеет огромное значение. И вот такого типа теста разрабатывается во всём мире, в том числе разрабатывался в Израиле. И при тестировании этого теста у меня была такая возможность его проверить на практике, убедиться в том, что он эффективен. Ну, здорово. Надеюсь, это скоро войдёт в нашу жизнь. Кстати, это уже обошло. Ну вот... Не только. Да. Ну вот вопрос ещё. Как бы немножко поговорим по философству, по поводу медицины, если вы не возражаете. Вот как изменяется медицина в историческом контексте от эмпирической стадии, стадии доказательной медицины и будущей персонализированной медицины? Вот такой немножко специальный вопрос. Вот расскажите нам, пожалуйста. Ну, посмотрите, всё развивается, развивается, конечно, и медицина. И я сейчас говорю, когда вы перечисляете эти стадии, конечно, развитие западной медицины. Эмпирическая стадия, она предполагала наличие каких-то центров, в которых медицина развивалась, скажем так, более или менее обособленно. Одного центра, другого накапливалось знания. В каждом центре были какие-то профессора, ведущие, которые передавали эти знания своим ученикам. И так развивалась медицина. Это классика медицины, которая была в Европе, в Америке где-то 50 лет тому назад и в России в том числе. На смену такой медицины пришла медицина, которая называется evidence-based медицина, доказательная медицина. Это стало возможным, когда стелись практически границы общения между странами, между разными медицинскими учреждениями. И врачи стали получать образование, допустим, часть в одной стране, другая часть в другой стране. Человек, который окончал медицинский университет, к примеру, в Германии мог учиться в Соединённых Штатах, который окончал университет в Израиле, мог учиться в Германии. То есть произошла глобализация в медицине. И на этом фоне развитие компьютерной технологии помогло созданию огромных баз данных о больных. А анализ этих баз данных привёл к возникновению доказательной медицины. Когда огромные базы данных анализируются, тогда приходят к определённым выводам, какой метод лечения хуже, какой метод лечения лучше и так далее. Но никогда не бывает всё только хорошо. У всего есть другая сторона. И вот другая сторона медицины, которая называется доказательной evidence-based medicine, является том, что больной потерял, как бы теряет своё лицо. Он рассматривается как какой-то усреднённый больной. Если мы вспомним такой ансамбль Pink Floyd и его знаменитую стену, там есть такая как бы иллюстрация обучения, когда ученики заходят в какую-то мясорубку, из них выходит какой-то фарш. То же самое произошло, когда абсолютизируется значение evidence-based medicine, и тогда получается, что перед нами не человек, а какая-то усреднённая модель. И тут получилось, что врачи начали лечить эту усреднённую модель по каким-то guidelines, по каким-то критериям, без индивидуализации этой модели. И это то, что происходит сейчас. Во многом это очень удобная система, потому что, с одной стороны, она обеспечивает какой-то среднестатистический успех, а с другой стороны она снимает вот эту персонализацию. И тогда появилась та стадия, которая сейчас развивается, она называется personalized medicine, то есть персонализированная медицина, и развивается она как раз путём развития, изучения особенностей человека, его генотипа, редикции, как он будет реагировать на определённые виды лечения, какое у него будет течение заболевания, и развитие компьютерной медицины, которая создаёт индивидуальные, персональные базы компьютерных параметров, данных, и создаёт индивидуальный анализ ситуации больного. То есть идёт как бы персонализация. И получаются такие волны от глобализации до персонализации. Но это вы очень порадовали нас, доктор, потому что все мы сталкиваемся с этим таким усреднённым больным каждый раз, когда мы приходим к врачам. И в данном случае, если вам повезло пациенту попасть на доктора, как мы говорим, старой закалки, который будет очень тщательно изучать именно индивидуальные особенности больного, тогда хорошо. А так совершенно верно. Поэтому какое счастье, что поворот опять пошёл к индивидууму. Внушает надежды. Но ещё вопрос... Ещё сказать, тоже очень этому рад. Потому что такой подход, он возвращает нас к клиническому мышлению. Не к тому, когда видится больной как совокупность каких-то дигитальных цифр, параметров и так далее, а мы видим человека, того, как он есть, и пытаемся внутри нашего мышления связать те или иные симптомы и индивидуализировать все подходы, которые могут быть. Да, совершенно верно. Но ещё больной вопрос. Искусственный интеллект. Буквально пару недель назад мы говорили с большим специалистом в этой области, но не касались медицины. Я хотела бы спросить вас, участвует ли в вашей врачебной жизни сегодня искусственный интеллект? И что вы думаете по этому поводу? Какое будущее? Вдруг он в один момент может заменить всех врачей? Такой абсурдный вопрос, конечно. Но это сложный вопрос. И я очень надеюсь внутри, что нет. Но, тем не менее, медицина — это часть науки. И так же, как и искусственный интеллект входит во все разные направления научного мышления, научной мысли, так же он вошёл в медицину. И иногда он очень является полезным, и он спасает жизнь. Возьмём пример такого устройства, которое называется дефибриллятор. Это простейшая модель искусственного интеллекта, когда компьютер анализирует всё время работу вашего сердца, а при его остановке при необходимости он даёт автоматический электрический шок, таким образом приводя остановленное сердце к жизни, опять спасая человеческую жизнь. Это вариант простейшего искусственного интеллекта. Если мы пойдём дальше, то мы можем посмотреть, что в настоящее время существует модель врачевания, она как бы двуликая. То есть у нас есть объект и есть субъект. Объект — это то, что мы лечим, наш больной, наш пациент. А субъект — это тот, кто лечит. Это врач, группа врачей. В будущем эта двуликая система перейдёт в трёхкомпонентную систему. Где будет врач, будет больной и будет, ну, скажем, искусственный врач или искусственный интеллект. И в философском плане очень важно, как они будут распределять то, что свои какие-то обязанности один между собой. Кто будет наверху? Будет наверху больной, будет наверху врач или будет искусственный интеллект? К сожалению, я не предвидеть, я не могу видеть будущее. Я только знаю, что такая система будет существовать. Трёхкомпонентная система, включающая врач, больной, искусственный интеллект. Врачебный интеллект. Ну, хорошо. А сегодня уже, предположим, есть ввести данные. Искусственный интеллект может назвать диагноз и способы лечения? Или сегодня о медицине ещё до этого не дошли? Нет, на самом деле искусственный интеллект всё больше и больше входит в медицинский имиджинг. Допустим, автоматический анализ электрокардиограммы. Автоматический анализ компьютерной томографии. Я хочу сказать, что искусственный интеллект делает на сегодня это ещё лучше, чем делает врач, но тем не менее. То есть он уже явно присутствует ещё во многих вещах и так далее. Но дело заключается в том, что врачевание — это то, что состоит из основных трёх компонентов. Один компонент — это наука. И там, безусловно, искусственный интеллект может быть лучше, чем врач. Но второй компонент — это искусство. То есть кто-то должен выполнять искусство врачевания — это то, что не объясняется только дигитализацией и наукой. Это индивидуальные способности, свойства врача, способности его мышления, способности техники его рук, допустим, при выполнении процедуры и так далее. И я не думаю, что искусственный интеллект способен каким-то образом заменять эти возможности индивидуальной способности. А третий компонент — это миссия. Миссия врача — это передавать свой опыт другим врачам, воспитываясь студентом, заниматься какими-то научными исследованиями. И, наконец, то, что для нас вообще недоступно, это то, что называется для понимания, имею в виду, врачебная интуиция. Я как-то по себе представляю врачебную интуицию искусственного интеллекта. Но если вы меня спросите на сегодня, скажите, доктор, а вот если вы будете больным, у кого вы хотите поручить лечение? У врача? Или у интеллекта, да? Мой ответ для вас ясен. Да, абсолютно. И мой тоже. Конечно. Я как раз хотела, вот вы замечательно сказали об этом. И, конечно, это искусство. И еще предназначение. И талант. Потому что у каждого, наверное, в жизни попадался такой врач по призванию, с сердцем, с вниманием. Даже, знаете, вот это какая-то психологическая помощь. И, опять же, думаю, знакомым многим, что когда ты приходишь к правильному врачу, просто от вида, от разговора, ты всегда уходишь, такое ощущение, что уже просто выздоровел или наполовину выздоровел. И вот, конечно, этот компонент, я уверена, никакой интеллект не заменит искусственно. Это все же из другой области. Вы согласны, доктор? Абсолютно. Ну, у каждого врача должна быть харизма. Да, абсолютно. Это точно. И когда больной приходит к врачу, и если он, уходя от врача, не чувствует себя лучше, значит, тогда миссия врача была неудачной. Были такие, конечно, высказывания достаточно, они, скажем так, абсолютизированные, которые шли из старой русской школы, типа того, что неважно, какое лекарство ты даешь, важно, как ты его даешь. Это, конечно, не так совершенно не актуально сегодня. Но если мы посмотрим на всю систему взаимоотношений врача и больного, то эта система также трех компонентов. Один из важнейших компонентов этой системы – это психология. То есть больной, когда он после встречи с врачом уходит от врача, он должен четко понимать, что в плане него есть понимание, есть стратегия. Если больной уходит с этим пониманием, даже подсознательным, не определяет это так точно, как определяю я сегодня, тогда миссия врача выполнена успешно. Да, вот когда уходишь от врача окрыленный, это так важно. Ну, у меня по впечатлениям, доктор, общение с вами, я думаю, что вы как раз из той категории врачей, от которых пациенты уходят окрыленные. Спасибо вам за это. Но я хотела бы, конечно, спросить, вы преподаете. И вот новая генерация студентов, которая приходит, она ведь, наверное, это взаимный процесс. Всегда обычно учитель не только учит, но еще что-то берет от своих учеников. И что вы видите в новой генерации, которая придет на смену сегодняшним врачам? Я вижу огромный потенциал. Я вижу огромный потенциал. Во-первых, я сразу хочу сказать, что люди, которые идут в медицину, это всегда особые люди. Я извиняюсь перед представителями других. Да, абсолютно, конечно. А что же в них особенного? В первую очередь, для того, чтобы поступить на медицинский факультет, надо обладать незаурядным человеческим интеллектом, знанием и работоспособностью. Во-вторых, когда ты идешь в медицинскую специальность, ты жертвуешь очень многим. Ты жертвуешь отчасти своей семьей, ты жертвуешь своим здоровьем, работая по ночам, ты жертвуешь своими нервами и эмоциями, потому что медицинская специальность — это не только победа, но еще и поражение. И каждый раз ты умираешь вместе со своим больным, когда ты не можешь ему помочь, и не дай бог, когда ты даже сделал ему хуже. То есть это совершенно определенная каста людей. И в материальном плане люди, которые идут в медицинскую специальность, они зарабатывают намного позже, чем люди других специальностей, допустим, те компьютерщики, которые начинают работать. По крайней мере, и так в нашей стране. То есть это определенный выбор людей. Но то, что их отличает, — это горение в их глазах, внутренняя мотивация и желание. И это присутствует у очень многих студентов. Вот с кем я работаю, с кем я встречаюсь. Это меня очень радует. Ну, конечно, я думаю. У нас осталось буквально две минуты, доктор. И последний вопрос, который я хочу вам задать. Умрет ли клиническая медицина? И что-то может ее заменить? Ну, такой опять провокационный вопрос под конец. Но вот в течение минуты, может быть, сможете на нее ответить? Я хочу сказать, что, конечно, список вопросов, которые для меня вы приготовили, он очень, во-первых, актуальный, во-вторых, очень сложный. Я хочу сразу сказать свое желание, что я надеюсь, что нет. Но, конечно, клиническая медицина очень сильно будет видоизменяться. Так же, как все видоизменяется. Так же и медицина. И видоизменение этой медицины должно быть в том, что человек будет использовать возможности искусственного интеллекта. Ну, по крайней мере, это та модель, о которой я мечтаю. Но анализ, окончательный анализ и принятие решений будет оставаться за врачом. Тогда вот эта комбинация преимуществ искусственного интеллекта в медицине и клинического мышления врача – это будет тот топ, который будет действительно эффективно в лечении. Спасибо. Друзья мои, спасибо, доктор, большое за сегодняшнее потрясающее интервью. Напоминаю, что у нас был в гостях ведущий кардиолог медицинского центра Кхадасы в Израиле, Борис Варшицкий, замечательный доктор. Желаю вам всего доброго, успехов. И очень надеюсь на дальнейшие встречи. Всего доброго, до следующих встреч. Спасибо за ваше внимание. А я, как все доктора, желаю здоровья всей вашей аудитории. Игорь Негода. Субтитры подогнали Симон. Субтитры создавал DimaTorzok